Микс Ньюс. Добрый день. Сегодня вторник. День добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать для нас с вами. Веду её сегодня я, Рита Трошкина, наш звукорежиссёр за пультом Родион Золотарёв. Гостья у нас сегодня актриса Рижского русского театра драмы имени Михаила Чехова, Татьяна Лукашенкова. Добрый день, Таня. Добрый день. Добрый день. Очень хороший день, очень солнечный, и вот просто совершенно не случайно, мне кажется, совпало вот с твоим приходом к нам в студию. Ну, если так это расценивается, то я буду только рада. Если я могу принести солнце, свет, радость и тепло, я только счастлива. Это абсолютно точно. Помогает наша программа сегодня. Включается «Зелёная лампа» для шестилетнего мальчика Эрнеста. Ему 6 лет, он живёт в Елгаеве с мамой, с папой и младшей сестричкой маленькой. Это солнечный мальчик. Это вот особый ребёнок. Знаете, как трудно мамам с особыми детьми, но он с рождения, у него куча диагнозов, плюс синдром Дауна из-за того, что хромосомы неправильно развивались. И мальчик не может говорить сейчас, и мальчик питается, он не может нормально есть. Вот с рождения у него гастростома. Знаете, когда мы посмотрели, ну это смотреть просто спокойно нельзя на это. То есть в живот вставляется трубочка, и вот это питание происходит всё таким образом. А так он очень симпатичный, очень милый, очень живой, подвижный, ему всё интересно. Но семья просит помощи, они переехали из Риги, у них была маленькая квартирка однокомнатная, по материальным соображениям они перебрались в Елгаеву, там чуть-чуть побольше квартирку купили. И вот сейчас у них все деньги уходят на лечение ребёнка. Я ещё подробнее расскажу, и очень нужна помощь на оплату в Центре социальной педагогики. И занятия проходят, которые очень помогают этому маленькому Эрнесту ориентироваться в пространстве окружающем, учиться коммуницировать со взрослыми, поведенческие такие вот факторы помогают наладить. И чтобы оплатить вот этот курс двухгодовой даже, это 2900 евро, это занятия будут проходить 2-3 раза в неделю, и мальчик после этих занятий меняется просто на глазах. Я напоминаю, что наш телефон 930-6384, 930-6384, евро 42 цента звоночек, и телефон всю неделю будет работать в помощь маленькому солнечному мальчику, 6-летнему Эрнесту из Елгавы. Спасибо всем за каждый звонок. Напоминаю, что наша гостья сегодня не случайная совершенно Татьяна Лукашенкова, актриса, вы её все хорошо знаете. Она была у нас в программе, на давний друг нашей программы, и была у нас в программе ровно год назад. Да, я посмотрела. Мне напомнило, прям Фейсбук напомнил сегодня. Да, да, да. Как раз тогда был май 2019 года, театр готовился к большой премьере «Графа Монте-Кристо», и она с успехом прошла 10 мая. Так что сейчас вот уже юбилей, да, можно сказать. Сейчас май совершенно другая история, ни премьер, ни спектаклей. У Татьяны, я секрет приоткрою, 4 мая был день рождения, и она такой грустный пост на Фейсбуке поставила, написала, что вот у меня день рождения, что же, как же, как же я буду. Тань, как прошёл день рождения? Ой, вы знаете, я честно скажу, я правда вот не понимала, как это может быть, но в результате всё было настолько здорово, что у меня также был полный дом цветов. Мне приносили их, заказывали, доставка. Какие-то люди приезжали, оставляли мне что-то, значит, и под дверью даже те, кто боялись. Но в основном я всё равно всех увидела, и дочь моя с моей подругой мне сделали грандиозный подарок, сюрприз, и у меня были шары и цветы. А какой сюрприз, а можно раскрыть его? Не могу рассказать, но он был очень прекрасный, он был такой очень интимный, и было столько положительных эмоций, что я настолько была счастлива в этот день. Плюс в этот день мы ещё записывали поздравления к 9 мая, тоже я там увидела много людей, то есть как-то всё прошло очень замечательно. Но самое забавное, что день рождения не заканчивается, и сегодня я тоже получила цветы. Ну, отлично. И пусть не заканчивается. Лишних цветов и лишних дней рождения не бывает. Ну, говорится, что день рождения длится целый месяц, поэтому у меня ещё немножечко осталось времени. То есть есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, про карантин, да, если это применить карантину, то и во время карантина может быть прекрасная тоже в какой-то степени жизнь и праздники. Ну, конечно, честно говоря, это всё в нас, в наших головах, как мы себе это видим, как мы себе это представляем, и как мы это время проживаем. Непросто. Я думаю, что всем непросто. Может быть, нам, людям, которые более эмоциональны, не проще в два раза. Или, может быть, даже больше, потому что я настолько сейчас испытываю голод по работе, по спектаклям, по театру, вы даже себе не представляете. Мне необходима эта энергия, которой я обмениваюсь. Я понимаю вообще сейчас, как это здорово и как это прекрасно, когда я могу, накопив, отдать. А сейчас это всё во мне копится. И плюс мне очень жалко время, как говорила моя героиня Чайки, время наше уходит, да, то есть всё очень быстро. И жалко этого времени, которое уходит. Да, мы можем себя наполнять, мы можем читать, мы можем смотреть сериалы, мы можем… Но всё равно время-то уходит, и я уже не выйду на сцену в какой-то роли, в которой бы я могла, может быть, выйти в этот момент. Вот мне так этого жалко. И жалко, что за это время я теряю момент общения, непосредственного общения с людьми. А для меня люди – это такая важная вещь, без которой я просто не живу. Это моё наполнение, это мои, так сказать, моя энергия, которой я вдохновляюсь. И я всегда говорю, что это самое моё большое богатство, мои друзья, эти люди, с которыми я общаюсь, и тех, которых мне посылает Бог на моей, так сказать, моей жизни. Я хочу просто проакцентировать, что сегодня вот после карантинная первая зелёная лампа, то есть как бы всё ещё продолжается. Нет, всё у нас происходило по скайпу. И вот после того, как мы по скайпу работали со всеми, да, ну, это тоже нормально, но всё равно это не живое такое общение, глаза в глаза. И вот ты, Танечка, сегодня первая у нас очная гость. Вы знаете, мне так приятно, что это правда, вот реально, и я думаю, что я не случайно сюда пришла, потому что давайте поможем, правда, этому мальчику Эрнесту, потому что для него, мне кажется, это будет такая помощь, а мы даже в это трудное время можем найти вот этот вот, я даже евро 42, перечислить, сделать один звоночек, и это всё вот по горошинке, по горошинке, и будет целая корзина, и, может быть, он будет счастлив и улыбнётся, и будет какая-то у него какая-то перспектива в здоровье и так далее. Очень спасибо, очень хорошие слова ты сказала, это действительно так, и там вообще семья очень хорошая, мама чудесная. Она вот, когда перед родами ей сказали, что может быть вот такой вот вариант, что он может быть с диагнозами, ребёнок, но она сказала, я его люблю уже сейчас, я всё равно буду его рожать, и потом на второго ребёнка она решилась через какое-то время. Она говорит, мне было очень страшно, но я вот как с Божьей помощью, да, вторая девочка, девочке три годика, замечательная девочка. Вообще, на самом деле, я вот уже об этом говорила, и в вашей передаче это очень актуально сказать, я преклоняюсь перед такими мамами, потому что это очень тяжело, должна быть какая-то любовь для того, чтобы вот это вот всё выдержать. Как вот она сама… Как зовут маму? Инета. Инета. Огромное вам спасибо, дай Бог вам здоровья и сил, и терпения, и пускай всё будет хорошо. Она так сформулировала, она говорит, я не знаю, как вообще вы это напишите, но я хочу сказать, что этот ребёнок вот не сразу поняла, но он пришёл вот научить нас любви безусловной. Это… То есть ты любишь человека не за то, что он тебе может дать, и не за то, что ты ему можешь дать, а просто, вот просто, любовь не требует никаких условий, она безусловна. Когда мы такие слова слышим, вот у меня прям холодок такой вот по позвоночнику, потому что это сказано человеком, который на себе всё это испытал. Это не просто там какие-то слова, да? Поэтому напоминаю, телефон 9300-6384, евро 42 цента, маленький звоночек в помощь шестилетнему солнечному мальчику, этих детей называют солнечные дети. В фонде благотворительном Be Open открыт счёт помощи Эрнеста, он есть у нас в статье, большая статья с фотографиями на сайте MixNews.lv и на Фейсбуке, на страничке «Зелёные лампы». Татьяна Лукашенкова с нами сегодня включает «Зелёную лампу». Последняя очная репетиция театра была по спектаклю «Доходное дело», который ставил Геннадий Тростенецкий. Да. И, Таня, вот твоя фраза, в интернете мы её прочитали, она обошла. Нас застрелили прямо на взлёте, да, ты сказала? Ну так оно и было, потому что… Расскажи, как это было. Ну как, мы репетировали, мы уже вышли на сцену, мы очень долго разрабатывали этот материал с Геннадием Рафаиловичем Тростенецким. Он нас просто тренировал и с большой отдачей все репетировали, были, конечно же, уже готовы к тому, чтобы выйти на сцену. То есть как бы у нас идёт застольный период, период репетиций в зале, когда мы спектакль как бы разводим, а потом мы выходим на сцене. И на сцене уже начинается такой процесс, когда мы уже идём, идём, идём к премьере. И вот мы вышли на сцену, было буквально несколько репетиций и нас закрыли. А как не на взлёте? Мы бы сыграли премьеру через какое-то там количество, по-моему, через две недели, что ли, мы бы сыграли премьеру. У нас была вот Энара Слуцкая тоже во время карантина, у неё тоже, у неё вот вышла премьера, один раз сыграли и всё. Но она всё-таки вышла. Вышла, но один раз сыграли. А мы теперь, всё это у нас осталось. А что будет дальше? Вот как это всё планируется? Ах, ну сейчас в театре идёт два проекта, они всё-таки репетируются, соблюдая дистанцию. На сцене сидят актёры с дистанцией два метра. Недавно, наверное, начали, да? Они, да, тоже начали новую пьесу. Вот они сейчас её как бы немножечко разминают, так скажем. И когда нам разрешат, уже пойдёт процесс, они начнут её репетировать. И вот буквально на днях, 28-го будет сдача, 29-го премьера онлайн-спектакля, ставит Владислав Наставших, Черновик. Это будет такая вот история, вот чисто онлайновская версия. И она будет для какого-то фестиваля, по-моему, в Петербурге, они участвуют в этом фестивале. И мы её тоже увидим, там даже продаются билеты. А вот онлайн-спектакли и офлайн-спектакли, реальные спектакли, в чём там? Так, ну что я могу сказать? Ну как, ну в чём? Ну я, во-первых, не принимала участия в онлайн. Ну когда даже я записываю какие-то свои стихи, читаю их на камеру, но всё равно это не то. Я всё равно не вижу глаз людей, я всё равно не вижу их слёз или их улыбок, или наоборот, я вижу, что им кому-то что-то не нравится. Но это всё как-то синтетически. Понимаете? Ну как это может быть? Да, конечно, что-то там пойдёт, и какая-то эмоция, и тема, и смысл, и так далее. Но всё равно, вот мне кажется, что живой театр должен жить и должен быть. Мы должны страдать, мы должны радоваться, мы должны обмениваться энергией. Мы должны получать от этого удовольствие. И настоящее удовольствие. Я же смотрю на картинку с пирожным, я же его не смогу съесть. А живое-то я съем, получу удовольствие. Эндорфины пошли, я не знаю, там всё, что хочешь со мной начинает происходить. От счастья. А тут вот пока этого нет. Поэтому я считаю, что театр должен быть живым. Но всё будет ещё. Да, но, конечно, я с удовольствием бы поучаствовала в каком-нибудь онлайн-проекте, если бы меня в такое пригласили. Потому что мне это тоже интересно. И это тоже моя профессия. И пока такая ситуация, значит, мы должны действовать в рамках этой ситуации. Ну вот очень разумный подход. Я просто хочу напомнить, что у Татьяны Лукашенковой во время изоляции, как это всё назвать, карантино-изоляции, выходили такие сюжетики видео в социальных сетях. Тань, ты сидела и читала стихи. Вы знаете, я расскажу тут, потому что я очень счастлива, что я на своём пути встретила замечательную поэтессу Соломонову, она же Юлия Соломонова. Я безумно ей благодарна за её стихи, за то, как я в них вошла, как я их приняла и поняла. И я скажу, что меня очень... Вот этот карантин, он для меня проходил легче только за счёт того, что я читала её стихи и открывала её по новой. Я читала её новые стихи. Но вот смотри, одно стихотворение, которое мы читали... Почитай, почитай, пожалуйста. Да, оно совершенно... Оно совершенно актуально в этот карантин вообще было. Этот город зима превратила в гетто. Изоляция полная. Каждый сам. Только я обещаю. Наступит лето, и мы станем встречаться глаза в глаза. Просто выйдем на улицу без перчаток. В час, когда зажигаются фонари, и про всю ерунду, что писали в чатах, беспардонно и громко поговорим. Улыбнёмся друг другу за каждый смайлик и обнимемся под фонарём, смеясь. Телефоны мобильные в сумку свалим, потому что начнётся другая связь, потому что начнётся другое время. Время очень короткое, но к нему мы с тобой приближаемся. Ты только верь мне. Будет лето, и я тебя обниму. Ну ведь как? Ты замечательно читаешь. Соло Браво. Я не знаю. Я вот за это её... У неё вот вообще вся моя... Весь мой спектакль, я постепенно к какому-то стихотворению возвращаюсь и открываю его по-новому. Но это же прекрасно. Ну, этот спектакль, твоя визитная карточка уже стала. На сегодняшний день, да. Благодаря ей. Мне очень приятно, что она оценила, так сказать, мои старания и сказала, что ей очень нравится, как я читаю её стихи. Для меня это было большой честью, и мне было очень приятно. Ну, несмотря на то, что я с ней знакома, и, в общем-то, мы с ней поддерживаем какую-то связь всё время. Ну и зрители говорят то же самое. И голосуют... Я думаю, что мы очень скоро встретимся. Я не знаю, в каких обстоятельствах, какой формат будет этого спектакля, будет ли это малая сцена, будет ли это большая сцена, какой вот... Но всё равно я очень этого жду. Я очень скучаю по зрителю. Потому что этот мой проект, он действительно дал мне очень много сил и дал мне такое колоссальное счастье. Вы напомним, как называется спектакль? Спектакль называется «Исповедь хулиганки». Вот. Таня, ты вот в прошлый раз нам рассказывала, что когда ты читаешь стихи, вот в «Исповедь хулиганки», когда идёт, ты видишь в зале плачущих людей. Да. В том числе и мужчин. Возможно ли... Это искренние эмоции, конечно, да. Это колоссальная вещь, что человек может заплакать, засмеяться искренне, потому что заплакать и засмеяться нельзя заставить. Это человек может только сделать так вот, добровольно, так скажем, да. Можно ли онлайн заставить человека... Может ли заплакать человек... Эмоции перейти через... Да, перейти эмоции. Знаешь, я думаю, что может. Мы же, когда смотрим кино, мы же плачем. Ещё как. Я думаю, когда всё происходит по-настоящему, когда актёр глубоко входит в предлагаемые обстоятельства, пропускает это через себя, возможно, эта эмоция идёт и через экран. Вот. Но это... Это надо настолько вообще... Дело в том, что вот все эти онлайн-проекты, они какие-то быстротечные. Они же так не проживаются, так не отрабатываются, так не выстраиваются. Они там всё-таки есть какие-то рамки, там человек никуда не может выйти, он сидит в каком-то определённом пространстве, ну или стоит, или ходит, или лежит. Ну, варианты могут быть разные. Но если и времени мало на то, чтобы наполнить себя, чтобы потом отдать, эта эмоция пробивала бы экран. Вот в этом вот есть такая сложность. Но всё равно, конечно, если это трогает актёра, если это в него попадает, то его эмоции обязательно пробьёт экран. Я хочу напомнить, что наш телефон, зелёный лампы 9306384, работает всю неделю для шестилетнего солнечного мальчика Эрнеста из Елгавы, которому нужна помощь для оплаты специальных занятий в Центре альтернативной педагогики. Это очень облегчит жизнь и ребёнку, и маме, и семья просто сама не справится с этим. 2900 евро нам нужно собрать, чтобы мама вздохнула спокойно. Евро 42 цента стоит один звоночек. И по итогам… Вот что значит маленький звонок, Таня, правильно ты сказала? По итогам прошлой недели мы помогали шестилетней девочке Ксюше, Ксении Зеленковой, она рижанка, тоже девочка не слышит с рождения и говорить не может. Но в Петербургском институте её осмотрели и обещали ей помочь. И как только вот сейчас граница откроется, она поедет с мамой, потому что спасибо вам всем огромное, дорогие наши радиослушатели и читатели, вы сделали очень большое дело. Ещё один маленький человек станет счастливее немножко. Для шестилетней Ксюши собрано 4500 евро за неделю. И было сделано 1283 звонка. Как хорошо. Представляете? 1283 звонка. Потрясающе. Я каждый раз замираю. Я скажу другую вещь сейчас. Да, насчёт помощи. Да, тяжело. Да, многие не работают. Да, как бы кто-то уволен, кто-то без работы, кого-то вообще там без всяких пособий, без всего. Но вот всё равно можно поделиться, можно помочь, можно, что тебе может быть, ну, в данный момент не надо кому-то вот что-то отдать для того, чтобы этому человеку было как бы лучше. И это так хорошо, ты себя тогда чувствуешь по-другому. Я не знаю, я всю жизнь так живу. Поэтому и мне очень многие люди помогают. И я им безумно за это благодарна. Потому что вот несмотря ни на что, даже когда была война, даже когда всё равно люди поддерживали друг друга. И вот этот момент вот немножечко... Может, даже больше. Меня он так напугал, расстроил безумно, когда я вдруг когда-то с кем-то встречаюсь, человек от тебя отходит. Я так испугалась, что мы перестанем, вот нас поставили в такие обстоятельства, что мы начали друг от друга шарахаться. И что мы просто как бы, я не знаю, лишний раз, нет-нет-нет, я не пойду, нет-нет-нет. И вот это нас заставит отдалиться друг от друга и не помочь в какой-то момент, не поддержать. Вот это, конечно, такая тема, которая для меня была очень такой... очень сложная. Ну, здесь... И до сих пор она такая осталась, потому что на некоторых людях это очень сильно отразилось. Ну, видно, да. Но вот по нашим наблюдениям, как бы люди разделились немножко такие на две большие группы. Одни вот так, как ты говоришь, а вторая группа как раз вот с началом строгает этой изоляцией. Ну, насколько она у нас была строгая, да, вот какая была, такая была. Вдруг стали образовываться, самообразовываться группы людей, которые там развозили еду к каким-то там старикам. Да, я видела, да. Причём ничего не надо было для этого. Рестораны какие-то объединились, да, вот мы тоже в этом, ну, как информационно участвовали, да, там, вот, представляете, люди сами объединяются, кто-то готовит эту еду, кто-то даёт эти продукты, всё бесплатно. А человеку достаточно позвонить и сказать, мне нужна помощь, не надо никакие справки нести. Вот это меня потрясло. Были, конечно, отдельные случаи, когда кто-то этим пользовался, да, но в большинстве случаев, вот ребята рассказывали, которые этим занимались, они, они говорят, мы пережили такие эмоции, столько радости. Когда приезжаешь, привозишь какую-то самую простую еду, коробочку там с горячей пищей, и бабушка плачет, и пытается подарить конфетку, и, ну, это невозможно. Ну, то есть это один из уроков карантина. Я не призывала к тому, что надо там, я не знаю, обниматься, там что-то, но поделиться, подержать. Надо, очень хочется обниматься. Передать, я не знаю, там, ну, отдать. Ну, как-то, я не знаю, даже если там есть лишняя какая-то копеечка. А почему, Таня, а почему это нужно делать? Это легче от этого становится? Вот как ты считаешь? Ну, я не знаю, я считаю, что, если ты кого-то поддержишь, то кто-то поддержит и тебя в трудную минуту. Я уже про это рассказывала. У меня таких случаев в жизни очень много. И после последнего случая, который вот у меня был очень такой, слава Богу, что все хорошо, но я тогда поняла, что я просто обязана помогать людям. Обязана. Кроме того, многие говорят, что они действительно получают такую искреннюю радость. Кто-то нам сказал недавно, а, Ирина Безрукова, актриса, у нас была тоже в «Зеленой лапе», она говорит, это такая эгоистическая черта характера, и смеется. Ты вот помогаешь и радуешься, тебе хорошо от этого. Да, вот просто хорошо. Даже не обязательно, что там кто-то тебе поможет. Конечно, если ты помогаешь всем, то люди, понятно, что это все должно каким-то припретить к тебе. Но даже если не поможет, ты помогла, и тебе хорошо. Очень хорошо. И посмотрите, еще раз хочу напомнить, на страничке «Зеленые лампы» и на сайте у нас, на mixnews.lv и на фейсбуке, на страничке «Зеленая лампа», там несколько дней назад была публикация, что благодаря вам мы смогли сделать, благодаря всем вам. Это с начала года до мая, по апрель. Там очень большой список людей, которые, вот когда неделя за неделей идет, как-то не фиксируешь, а потом смотришь, когда все вместе соберешь, это просто до слез. Молодцы, что вы делаете. Да мы ни при чем, это люди у нас такие. Вот реально, да, то есть кто-то мимо проходит, ну ничего страшного, просто не включился он еще. А кто-то просто набирает этот номер, напомню еще раз, 9306384, евро 42 цента, летит к человеку, который просит помощи. То есть человек, который просит помощи, он уже перешагнул какую-то черту, да, то есть он обратился, иначе он не может этого ребенка вытащить. 9306384 для маленького шестилетнего мальчика Эрнеста. Он живет в городе Елгова, и будет ему счастье в течение года, даже двух, наверное, сможет получить очень важные занятия. А главное, мама, такая хорошая мама, мама вздохнет спокойно, потому что она очень нервничает, у нее двое деток, она не может работать. Вот, поэтому помочь, конечно, можно по-разному. Можно деньги перечислить, можно звоночек сделать, можно просто послать хорошие мысли. Это тоже помощь. Конечно. Прекрасно понимаем, что сейчас тяжело всем. И даже если вы просто что-то хорошее подумаете, оно не пропадает, оно вот летит. Сейчас все те, кто нас слушает, просто пошлет в адрес этого мальчика, солнечного Эрнеста, свои положительные эмоции. Вот просто подумают про него хорошо и скажут, пускай он будет здоров и счастлив. Таня, вот если говорить про уроки карантина положительные, да, вот смотри, ты писала тоже в социальной сети, что ты карантин провела неожиданно с дочкой, да, то есть это какая-то радость же была, да? Ой, конечно, радость. Во-первых, потому что мы, нет, начнем с того, что я сделала ремонт перед самым-самым карантином. А вот удачно как? Да просто, если бы я его не сделала, мне, наверное, было бы труднее проводить время как бы на своей кухне, а тут у меня все новое. Даша делала ремонт у себя параллельно. И, естественно, у них там шел ремонт, и они переехали ко мне с мужем, и вот мы жили все троем. У нас постоянно шло тестирование нашей кухни. Мы тестировали нашу индукционную плиту, посудомоечную машину, духовку. Мы готовили, искали какие-то рецепты. Мы вместе там как-то ходили в магазин очень быстро, в перчатках, в масках, постоянно протирали эти руки, которые... Слушай, ну интересная жизнь у вас была. Ну, я думаю, такая жизнь была у всех интересная, и каждый это воспринимал по-своему, но мы как-то так очень дружненько, так очень замечательно. То есть возможность очень близко пообщаться с ребенком. Это так, конечно, мы много разговаривали, а ведь получается, что все работают, никто никого не видит. А с моей последней работой, когда репетиции были практически каждый день в спектакле, мы вообще редко встречались. И вот тут вот как-то так вот нас объединило. Мы готовились к важным событиям, которые ждут нас в нашей жизни, которые очень скоро произойдут. Мы... Вот я говорю, что такое количество блюд я никогда в жизни не готовила. Вообще очень хорошо готовлю. Я не хвастаюсь, я правда хорошо готовлю. Но в данной ситуации но у меня никогда не было духовки. Я всю жизнь жила без духовки. А тут у меня появилась духовка, и эти блюда стали возникать, и они были такие вкусные. Потом я поняла, что нужно остановиться, потому что, наверное, все себя это говорили. Но не все останавливаются. Да. Но коронное блюдо, коронное, поделись. Во-первых, мы пекли очень много пирогов. Пирогов и таких каких-то выискивали, таких диетических, с яблоками. Вот один пирог просто какой-то фантастический. Там кефир, мука, варенье, сода и шоколад. Он абсолютно легкий пирог, воздушный, но он какой-то необыкновенный получается. В варенье вмешиваешь соду, сода становится, в варенье становится в два раза больше. Это все мешаешь с мукой, заливаешь на противень, в духовку. Будем ждать рецепт и фотографию у тебя на страничке. Да, я думаю, что фотография тоже есть. Еще надо испечь ради новой фотографии. Нет, а можно, да, это как раз не вопрос. Я просто пироги не ем. Я их могу принимать участие, но я их как-то вот... Ну ничего, наши радиослушатели будут искать на твоей страничке. Но этот пирог фантастический, легкий, быстрый и обалденный. А вот еще такой момент, не знаю, это секрет, не секрет. Сегодня взяла в руки кисти краски, писала акрилом. Был такой момент у меня. Это я прочитала. Да, да, да. Был, был. Что это было? Взяла, написала, написала две работы. Картины. Да, две картины и пока остановилась. А ты до этого писала картины? Ну здрасте, у меня же целая галерея была. У меня вообще-таки полотна были, я сейчас тут недавно нашла, тоже в фейсбук мне напомнил, те картины, которые я написала, даже про них забыла, потому что я их писала и дарила, писала и дарила. И вот у меня сейчас дома пять картин осталось, вот, которые не исключено, что я тоже подарю. Кстати, одну картину я отдала на благотворительность. Тогда в библиотеке Задорнова девочки помогали. Да, 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 да. Она на коляске. Катя. Катя, да. Катя Лебедева. Вот тогда у меня было мероприятие, я на этом мероприятии продала картину, кстати, за очень хорошую сумму, тюльпаны. Эти деньги перечислила тогда Катя. Потрясающе. Но это было давно уже. Я поэтому очень давно не брала краски. Я думала, что может меня в этот карантин как-то немножко вдохновление посетит. Ну, как-то нет. Вот не посетила и опять оставила. Но всё стоит. Я не убрала далеко. Всё стоит рядом. Может быть, какой-то момент наступит. В любой момент можно продолжить. Но я хочу сказать... Оно приходит именно вот так. Хочу сказать, что талантливый человек талантлив во всём. Видишь? И картины. Ну, я так по-дилетански, конечно, всё это сделаю, но с душой и ярко. Да, ясно. Очень хорошо. Вот тоже один из позитивных моментов, да, карантина получается? Ну да. Вообще, честно говоря, если бы вот так вот меня бы вот опять бы открылся этот портал во мне, это было бы очень здорово. Времени, потому что очень много и можно писать. Но я коплю, я собираю сюжеты. Я их накапливаю. Может быть, всё-таки в какой-то момент я выстрелю. Таня, а вот твоя большая мечта, мы о ней говорили так немножко в прошлый раз, роль Джулии Ламберт в спектакле по театру Сомберсета Моэма. Что-то в этом плане продвинулось? Она по-прежнему твоя мечта? Да, Риточка, она моя мечта. Я поднимаю руки кверху и прошу Вселенную, чтобы эта мечта осуществилась. Я очень хочу сыграть этот спектакль, театр, Джулию Ламберг. Я от этого, я всё-таки верю, что это должно случиться. Вот. Но пока вот, к сожалению, всё как-то я двигалась, двигалась, двигалась в этом направлении, но карантин нам всё нарушил. Вот. И поэтому обстоятельства поменяли и спектакли, и названия, и так далее. Но всё равно, как только у меня будет возможность поговорить с нашим главным режиссёром на эту тему, я её обязательно использую, потому что об этом знают и Дана, и Сергей Анатольевич, я ему об этом говорила, но мы всё равно очень подробно об этом не говорили. А как все знают, спектакли не берутся, вот прям взяли и сделали. Это всё планируется, поэтому надо его планировать. И давайте все вместе пожелаем мне, чтобы это случилось, и чтобы это произошло, и чтобы я сыграла этот спектакль. А почему, чем тебе близка вот эта роль именно, почему именно Джулия? Ну, знаете, чем-то она на меня... Можно чуть-чуть ближе к микрофончику. В каких-то своих проявлениях она чем-то, вот что-то есть у нас с ней общее, как с актрисой. Да и вообще, мне кажется, эта история будет сегодня интересна зрителям. Очень даже. Тем более, все помнят этот прекрасный фильм. Но мне очень хочется, чтобы моего мужа в этом спектакле сыграл Эвер Калнень. Вот так. Значит, так и будет. Сейчас пожелаем всё, что пожелаем. Запустим в космос. Если его слушают, большой ему привет. И, может быть, когда-нибудь ещё раз мы встретимся. Нет, это моя мечта. Я очень хочу это сыграть. Да, мы играли вместе, мы были партнёрами на сцене. Поэтому я не теряю надежды и верю в свою мечту. Удивительное дело. Вот про театр, про эту пьесу уже несколько человек говорили буквально за последние дни. Вот сейчас перечитывают, берут почему-то и перечитывают. И говорят, как это близко к нашему времени. Как это близко. Весь мир театр. Ну, это Шекспир. Ну, да, это Шекспир. Актуальный материальчик. Актуальный. Сэмерсет Мээм. Это же, ну, это круто. Это замечательный материал. А если бы ты не стала актрисой, какие были варианты, кем бы ты могла быть? Вот я об этом задумалась в этот карантин. Что бы я ещё могла делать? Ну, наверное, я не знаю. Ну, я не знаю. На всё надо учиться. Но всё равно у меня была одна моя мечта, и я стала актрисой. Я её реализовала. Причём реализовала её вот на самом первом этапе после школы. Я сразу же в тот же год поступила. И все профессии другие отпадали. Ну, я не знаю. Но, наверное, я могла бы быть каким-то педагогом, я думаю. Потому что это тоже у меня получается. Но, я не знаю, я ходила в своё время и в Академию художеств, которая совсем рядышком здесь на курсы, и тоже какой-то момент мне казалось, а может быть, я буду художником. Может быть, я могла бы стать художником. Может быть, не самым крутым каким-нибудь. Но, не знаю даже, Рита, но мне сложно. Если бы я на что-то училась, я думаю, что я бы много чего могла бы делать. Ну, я вот не сомневаюсь. Кстати, я совершенно не сомневаюсь. Одна из твоих ипостасей была вот это вот проведение, очень мне нравится это проведение свадеб. Да, это да. Это вообще, это же столько историй любви через себя пропустить. Там, наверное, не только любви, но всякие там интриги какие-то были. Да, наверняка. Да, лучше там только не было. Конечно, такое количество людей, которых я с этим межбучим за ними слежу. Да? Да. И они так достаточно хорошо все живут. Но есть там нюансы, конечно, не без этого, это жизнь. Но всё равно это здорово. Потому что я к каждой свадьбе относилась, как будто бы это мои близкие люди. И тогда легче, и тогда совсем другой идёт посыл. То есть как бы даже не работа это, а это что-то, какая-то история. Нет, я никогда не называла это, как наши, ну, как бы принято говорить среди актёров. Ой, у меня сегодня халтурка. А вот я никогда не называла вот такую работу дополнительную халтуркой. Потому что как бы там ни было, я тратилась, я отдавала свою энергию, свои нервные клетки. Да, я получала за это вознаграждение, но это нормально. Но в то же время я отдавала настолько много, что и отдаю. Я надеюсь, что у нас свадьбы-то ещё не закончились, и юбилеи, и всякие разные презентации, и мероприятия. Мне это всё очень нравится. Мне легко находить контакт с человеком, я это умею. И почему этим не заниматься? Таня, ну ты очень искренний человек и действительно отдающий. Я подтверждаю. Да, мы же очень давно знакомы, и очень много было ситуаций, когда вот это просто... Татьяна нас удивляла. Ну, допустим, из недавних, относительно недавних, когда мы проводили, придумали провести вечер поэзии, музыки и поэзии, помощь девочке, помощь Насте из Юрмала, ей нужно было протез оплатить, Анастасии. Мы искали, кто из актёров придёт и выступит. Ну вот подбирали, звонили. Таня позвонила сама, позвонила, сказала, я приду. Пришла, выступила, читала стихи, вот просто потрясающе. Знаешь, и на твоё имя вот просто люди шли. И мы собрали тогда ей всю сумму. Ой, как я счастлива. Я так счастлива, я, может быть, не могу дать много финансовой помощи, но если я какую-то могу дать помощь, такую, вот как вот ты говоришь, то это замечательно. Там чудо потом случилось. Наверное, мы об этом не говорили, я сейчас скажу, приоткрою тайну. Не знаю, она будет меня ругать, наверное, но скажу, она поехала в Германию делать этот протез в клинику. Вот, и приехала уже через, после приезда вскоре родила ребёнка. А-а-а! Второго, да. Какое счастье. Дети, это вообще сейчас так трогательно мне. Это сейчас как-то так сразу, у меня слёзы на глазах появляются, когда мы говорим о детях, потому что я их очень люблю. Пусть все будут счастливы. И здоровы, да. Да, счастливы и здоровы. Я напоминаю, что зелёная лампа включается для маленького, шестилетнего, солнечного мальчика. Очень милый, очень любопытный мальчик. Ну, у него куча диагнозов, вот просто масса диагнозов с рождения. И, конечно, маме очень-очень тяжело. Но она вот как стойкий оловянный солдатик. Вот такое ощущение было худенькое, маленькое, двое деток. Когда младшая родилась девочка, она, конечно, очень боялась, но она говорит, у меня было ощущение, врачи боялись. Они не могли ничего сказать, что будет. Говорят, ну как вы? Она говорит, я чувствую, всё будет хорошо. Молодец. Внутреннее чутьё было. Нужно давать такую установку себе внутреннюю. Да. Ведь у меня есть ещё одно стихотворение, моя любимая Солы. Да, пожалуйста, почитай нам. Я его не читаю в своём спектакле, но оно потрясающее. «Жизнь дана, чтоб ею наслаждаться. Свежим хлебом, раннюю весной, Месяц по ночам выходит в штатском, Чтобы не спугнуть весёлых снов. В нежных чувствах, в таинстве причастий, В добрых людях, встреченных в пути. Сколько ненавязчивого счастья, Что его не тяжело нести». Кто-то говорит, что счастье кратко. Души их ленивы, как и плоть. У вулкана остывает кратер, Но в груди по-прежнему тепло. Это ли не главное богатство? Это ли не Божья благодать? Ни одной конторе адвокатской Сломленных людей не оправдать? Ты не слушай их рекомендаций. Сломленные люди часто врут. Жизнь дана, чтоб ею наслаждаться. Это труд, но благородный труд. Спасибо. Желаем тебе, чтобы скорее возобновились спектакли. И вот ты со своим коронным спектаклем тоже вышла. И с другими вышла на сцену. А вот как ты считаешь, Театр быстро сможет восстановить всё? Или какой-то процесс всё-таки должен быть? Ты имеешь в виду играть спектакли и как бы их… Из онлайна перейти. Я думаю, что настолько все проголодались по работе, стосковались по работе, что мне кажется, что все включатся в этот процесс и вспомнят. Я, например, повторяю свои спектакли, не побоюсь этого слова. Но потому что всё-таки мы уже не играем два месяца. Сейчас уже месяц отпуска. Потом неизвестно, когда всё это начнётся. Это же надо каким-то образом всё-таки шевелить в своей головушке, чтобы это всё потом не забылось. Расскажи, пожалуйста, что за благотворительный аукцион у вас в Театре проходил? А, благотворительный аукцион, поскольку сейчас помощь нужна и людям, и пожилым людям, и детям, ну и животным тоже, как бы, да? То есть они ведь тоже… Да, конечно, ещё как бы. Питомники, эти бедные четвероногие наши друзья, они, конечно, тоже требуют и поддержки, и защиты, и помощи. Поэтому у нас в Театре такой вот благотворительный аукцион. Каждый актёр, который обладает каким-то хобби, предоставил свои подделки, так сказать, своё вдохновение, воплощённое в картины, какие-то предметы, в игрушки, в куклы, в украшения. Мы всё это выставили на сайт, есть это на сайте, можно посмотреть. Люди просто покупают эти предметы, и, соответственно… Люди пишут цену, да? Нет, там цена есть. Там цена большая. Ну, как аукцион-то заключается, что ли? Как аукцион, да, да, да. И этот вот лот продаётся, и все денежки потом переводятся в помощь вот этим животным. Вот какое своё хобби ты там представляешь? Ну, у меня плетёные брошки из бисера. Такой необычной формы в виде гороскопов животных, и они сделаны с любовью и с вдохновением. И тот человек, который, в принципе, помогал мне их делать, я думаю, что он тоже очень любил животных и любит. И я думаю, что тоже рад, что помог мне в этом деле и поучаствовал в этом образе вместе со мной. Ну, какие-то брошки уже продались мои. Вообще замечательная идея. Да, и картина продались, и там идёт какая-то борьба за какие-то предметы. Это очень приятно. Это очень здорово, что жизнь происходит, несмотря на какие соляты. Если у кого-то останется какая-то частичка, так сказать, моей любви, я буду только счастлива. Ну, мы надеемся, что это не последний аукцион, не последняя частичка. Ну, да, придумали вот такой мы ход. Там потрясающе. Ника Плотникова делает такие книжки-развивайки для детей. И вот Никита Воронин там очень много тоже поделок своих предоставил. Там есть новогодние игрушки, украшения. Здорово. Ну, посмотрите, там приятные такие вещички. И имейте в виду, что они сделаны руками актёров, и это очень здорово. И несут очень положительную энергию. Наша программа подошла к концу. Напоминаем, что мы помогали и всю неделю. Телефон 930-6384 будет работать для маленького мальчика 6-летнего, чтобы оплатить ему очень важный курс в Центре альтернативной педагогики, который облегчит ему жизнь. Мальчику очень много, несколько диагнозов и тяжёлые диагнозы. Это евро 42 цента стоит звоночек. Все эти звоночки соберутся в большую помощь. А собрать очень нужно 2900 евро. Не такая страшная цифра. То есть это вполне по силам. А для семьи это огромная сумма. Для семьи, где двое детей, мама не работает. Это просто огромная неподъёмная сумма. Давайте сейчас берём номер телефона и позвоним, и поможем этому солнечному мальчику Эрнесту. Я посылаю ему только лучики добра и здоровья. Спасибо, дорогая Татьяна Лукашенкова за участие в нашей программе. Очень быстро, как всегда, всё проходит. Час, казалось бы, а он так быстро пролетел, и нам его не хватает. Надеемся, что мы встретимся. Не будем ждать года, потому что неизвестно, что за этот год. Желаем всем-всем-всем Татьяне и всем радиослушателям, чтобы быстрее наладилась жизнь, чтобы сбывались мечты, чтобы всё было хорошо, главное – здоровье. Будьте здоровы, и я очень рада, что я сегодня была с вами. Всего вам самого доброго. Спасибо. До свидания. До свидания.